итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал я сегодня у вас такая спортивная женщина в топике и волососинах это неспроста потому что буду кое-что там примерять вам показывать поэтому решила такое вот что легко снять решила надеть то что легко снять правильно я сказала надеть надеть одежду одеть надежду да правильно надеть итак я обещала вам в этом месяце надолго не пропадать почаще выпускать новые видео ну практически сдержала обещание 50 50 видео пока еще интенсивно не выпускаю но очень интенсивно записываю просто пока не смонтировал все это вот ближайшее время может быть сегодня уже вечером займусь монтажом записывала вообще все пас все подряд чтобы держать вас в курсе всех событий своей жизни так в плане самочувствия самочувствие у меня прекрасная но в плане здоровья плане настроения тоже все хорошо тут уже царит такая предпраздничная предрождественская атмосфера потому что тут с 31 на 1 не празднуют некоторые тут празднуют рождество с 24 до 25 декабря кажется так да если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня в комментариях а вот 24 на 25 декабря рождество празднуют и в феврале у них там уже более такой традиционный свой праздник новый год большой праздник вся семья собирается а это так как бы кто-то празднует кто-то не празднует но в целом атмосфера есть уже украшают все уже продаются товары праздничные мы уже тоже закупаемся уже елочку приобрели уже вчера за новогодними игрушками я сбегала ну в общем короче все хорошо вам все прекрасно сегодня будет небольшой обзор подарков который мне подарили друзьям уже подарки для будущих мам что еще еще наконец-то приобрелась приобрела беременные штаны поделюсь впечатлениями их не ну немножко раздосадована что я этой покупкой ну ладно в общем покажу примерю расскажу пока новостей особо никаких нет приятная размеренная размеренная семейная жизнь к врачу клинику мы идем 20 декабря как раз узнаем что там с нашей люсей это пожалуй единственное что может беспокоить а в остальном все хорошо все безмятежно как-то вот с настроением чего и вам всем желаю итак переходим к обзору подарков я была ну просто восхищена почему было есть что мне уделяется такое внимание и вообще такая щедрость со стороны друзей мужа так первое что мне подарили это набор мамских сумочек мамских сумочек я вообще у меня не стояла в планах покупать мамские сумочки вы теперь они у меня по всей видимости будут это вот такая вот прочная супер прочная сумочка из ткани которая напоминает что-то натуральное прочная добротная с вот такими вот ручками усиленными к ней также в комплекте идет ремешок здесь есть две сеточки если по бокам потребуется вставить бутылочки в общем такая сильная сумка знаете для сильных женщин взяла ребенка взяла бутылочки памперс и взяла пола положила туда еще по зашла магазин купила там картошки молока понимаете и вот в эту сумочку суп сумка для настоящих сильных женщин понимаете вот хорошая сумка больше что я еще могу сказать на эту тему прекрасная сумочка так дальше это видимо все из одного комплекта есть вот такая сумка органайзер в ней опять таки есть отделение я так понимаю для бутылочек что тут узенькая но может телефон положить еще какие-то принадлежности и она судя по всему должна куда-то подвешиваться возможно эта сумка на коляску тут есть еще вот такие вот отделение узенькие в общем тоже такой вот мамский мамский органайзер тоже и супер добротный вот этой вот прочной прочной какой-то ткани не думала не не думала ой боже не думала что-то подобное приобретать и вот такая сумочка как это называется как это называется да вот этой пленкой внутри это для чего это для того чтобы сохраняла тепло или или наоборот в общем вы поняли это тоже видимо для бутылочки такая вот походная сумка в парк в сквер ходить у нее туда что-нибудь класть такой вот фольгируем с фольгированными внутренностями что она должна тепло удерживать или что наверное так не знаю не знаю тоже такая вот есть на этой сумочке ручка все такое тоже добротника качество прошитенькая из очень крепкого материала и тоже из этого же комплекта что это понятие может из можно использовать как косметичку а может можно использовать как ну для денег для кредитных карт для телефону как для кредитных у меня нет кредитных карт у меня дебетовая просто некоторые привычки эти пластиковые карты все называют кредитками они что все кредитки на дебет есть дебетовую меня вот дебетовая кредитами смысл смысл во внешнем виде отличий нет есть отличие вы понимаете в плане обслуживание данной дебетовой лежат твои денежки на кредитной карте лежат денежки банка который ты у него время одалживает вот для моей дебетовой карточки может быть не знаю для чего это ну по судя по размеру это для карточки тоже вы такое косметичка органайзер тире кошелек тире не знаю что ну в общем просто я в восторге как какая забота совершенно даже не думала себе что-то подобное приобретать вообще не было в мыслях еще нам подарили то что мы тоже не собирались приобретать это пеленальный комод пеленальный столик почему не собирались ну блин это знаете кто-то говорит без этого не прожить а у кого-то этого нет многие люди вот и корее конечно семейные люди всегда живут на больших площадях не на своих зачастую зачастую на арендованных них есть есть где поставить если мы говорим о россии но не такие уж большие жилые площади у людей естественно впихнуть и комод и кроватку и вот эту пеленальный столик многих нет и никто не умеет нормально люди пеленают переодевают своих детей без пеленальных комодов без пеленальных столиков поэтому я и не думала покупать кстати иногда мне в рекомендациях попадаются видео одного блогера живут они ну скажем так хорошо жирно живут богато даже у них нет этого пеленального столика пеленального комода и увидела что она переодевает на стиральной машинке что вполне логично какие-то пороги гигиенические процедуры с ребенком осуществляются в душе да и соответственно многих там в ванной комнате многих ванной комнате в россии стоят стиральные машины да и если это не какая-то супер узкая нормально такая полноценная стиральная машина то сверху такая как раз таки плоская поверхность размера спеленальный столик застелила там чем-нибудь правильно какой-то пеленочкой одноразовый или многоразовый переодевает вот тут его как бы подмыла вот тут его переодела мне кажется это вообще супер практичная идея и я прекрасно понимаю тех людей которые обходятся без пеленальных столиков не видят никакого смысла их покупать мы тоже покупать не собирались вообще зачем но нам подарили сейчас покажу перед тем как мы переместимся в другую комнату где на отшибе стоит у нас и грустит этот комодик точнее столик я покажу свои значит штаны если вы смотрели мой блог там я вам рассказывала что на день рождения мы ходили в гости я ходила в лосинах опять как лох я ходила в лосинах я уже один раз как лошара сходила в лосинах значит в итальянский ресторан друзья приглашали нас и один раз вот я уже заходила на день рождения дедушки понимаете в лосинах нужно делать потому что на джинсах моих любимых мне же кнопочка как бы давить на пупок на пупок же это не просто пока ты любишь даст и задать на люси лишь недовольна что это такое какие-то какой вы оказываете на меня давление перестаньте мать перестань оказывать на меня давление я конечно прекрасно понимаю ведь честно и все такое поэтому естественно я не стала мучить а когда надолго уходишь из дома вот это давление она дискомфортно дай как бы может поддавливать и на мочевой пузырь то есть хочешь хочешь чаще ходить по пищи зачем это надо себе вот эти вот создавать дискомфортные условия поэтому я хотела в своих дурацких лосинку как дурацких они мои любимые лосины конечно это мои любимые лосины не дурацкие но понятно что это не для таких мероприятий лосины они немножко такие расклешенные вниз хорошие лосинки люблю их смотрите какой меня люсёк вырос сейчас вот такой вот меня люсёк 23 недели 23 недели уже взрослые уже взрослая девочка такая уже она там бегает у меня слева направо кто-то спрашивал в комментариях бегает ли люсёк ну как бегает спрашивали конечно пина и толкает не пинает не толкает она пока мы такая все-таки ли все-таки пока она леди она там изящно так перемещается плавает по своему небольшому бассейн так показываю штаны вот такие вот значит штаны такой вот вставочкой они тут заняты потому что я вчера в них выходила вообще-то я гладила перед выходом но вот эти вот естественные складки отношения остались ткань похоже кстати на ту ткань из которой сумочка у меня подаренная до согласитесь один в один плотной ткани гладится тяжело на на теле разглаживается размерчик с очках я вам говорила что я переживаю подойдет не подойдет и вердикт сейчас я конечно примере покажу какой вердикт вертик немножко печали они спадают с меня они с меня спадают все с очками морозня x с очка когда мне говорили в комментариях писали что типа но а чё ты там паришься есть же одежда для беременных для беременных нет одежды маленького размера ё-моё вот в чем проблем нету я же не виновата что я не самое посмотрите посмотрите как мама говорил моя это жертва освенцима не кормили морили голодом вот такое вот ощущение постоянно мне такое тело телосложение субтильное поэтому где же взять одежду на беременных моего размера то есть нужно икс с и так что я решила я решила пока носить на колготки сегодня вот буду выходить из дома попробую на колготки вот такие вот плотные толстые колготки вчера я выходила поверх тонких колготок в этих штанах даже перекресток нормально не перешла у меня уже заморщинилась все в области коленок то есть они начали сползать у меня уже морщинки появились в области коленок все вот так вот собралось гармошка сейчас примере покажу так колготки колготки и теперь штаны мне нужно в них сегодня дойти до магазина и тогда я вам сделаю короткое включение и скажу как вот поверх толстых колготок нормуль или не нормуль а к весне но может быть дорасту я может быть и живот дорастет может живот уже начнет держать держать начнет все таки эти штаны чтобы они не падали с меня так ну вроде по ощущениям так уже лучше плотнее сидит просто понимаете вот это вот должно быть в натяг она пока смотрите какая гармошка естественно вот тут не натягивает живот потому что маленький он и за счет чего штаны тогда будут держаться если живот не натягивает тут же нету какой-то специально еще резинки дополнительной ну вот как то так с чем планирую носить ну вот так вот чтобы это все закрывала да у меня есть всякие просторные там как они называются свитшоты толстовки вот буду носить с ними вот тут все будет закрыто ничего не будет видно даже может вот так будет закрыто ну вот дойду сегодня и расскажу нормально поверх толстых колготок либо же ненормально посмотрим так ну что теперь давайте быстренько взглянем на пеленальный столик который нам подарили судя по упаковке это языке было написано икея так не обращайте внимание что мне цветочек стоит на полу в корее подогрев жилья осуществляется за счет пола я поставила чтобы просто подсушилась немножечко воды лишней налила и вот он на полу стоит подсушивается а то погибнет у меня зачахнет слишком сырая земля вот так набросали этих уже игрушек муж как забеременел его тянет на розовенькое снимаете поэтому такая вот будет елочка на с розовых тонах потом покажем рассекретила неожиданно так на этот икеевский комодик еще вот такой вот макар макрасик матрасик надувной матрасик моется прекрасно прекрасно я не знаю буду ли я использовать его именно для пеленания может быть я знаете такая вот знаете эргономичная эргономичная форма у него может у него можно пеленочку просто стелить мягенькую и ребенок будет где-нибудь там балдеть взять его с собой на диван да и не бояться что на диван что-нибудь там протечет и пеленочку постелить будет лежать удобненько видите под голову такой есть небольшой клончик и бортики поддерживающие так что можно раз разными способами этот матрасик надувной использовать опять-таки возвращаясь к теме купили бы сами или нет вот нет то есть как подарок да огромное спасибо хорошо буду ли пользоваться насколько интенсивно я расскажу потом своих последующих видео так нет вот наверняка вещь стоит недешево но сделано во вьетнаме и качество знаете похоже на то что мой муж выпиливает у нас там на веранде реально вот настолько все просто особенно если было бы по деньгам ограничено вообще не стала покупать даже и не знаю но она того не стоит просто две какие-то фанерки и вот такая вот нехитрая конструкция с таким вот достаточно кстати специфическим запахом не очень приятным ну пусть стоит выветривается это ни в коем случае не подумайте да не надо писать что вот фу тебе подарили ты неблагодарная огромное спасибо очень приятно что друзья так заботятся о нас просто невероятно приятно такое вот чувство тепла внутри ну я не знаю как выразить это словами это просто надо только почувствовать ну вот я просто вам говорю как просто как обзорщик да если мы говорим именно о покупке что вы сами возьмете свои деньги кровные заработанные тяжелым трудом понесете покупать вот это вот я бы сказала нет не покупайте все потому что ну ну понимаете да вьетнам запашок вот так вот все в наборе шли салфеточки наборе не в наборе не знаю может они дополнительно заказали просто все в один этот положили на салфеточки еще вот такие вот на веревочках махровенькие кстати смотрите как заражение не экологичен на каждой малюсенькой салфеточки вот такой вот кусок такой это не бумага это с такой вот примесью скользкой какой-то синтетики пластика что-то вот такое на каждой на каждый то есть у меня вы знаете мои тенденции что все таки как когда это возможно я стремлюсь к экологичности когда это возможно кстати я свою комнату собираюсь в эко стиле к новому году украшать покажу вам какие поделочки собираюсь делать для своей комнаты ну вот это вот да на каждую пришить такую вот хреновину длинную смазайте это же еще и труд это же еще и труд там написано кажется бангладеш вот я смотрела как-то видео про бангладеш но это вообще кошмар люди и там конечности рук лишаются на производствах и текстильное производство загрязняет очень сильно экологию то есть там какие-то супер ядовитые сливы делаются в соседние какие-то речки и озера работают за копейки живут нечеловеческих условиях еще вот за эти копейки еще вот каждой салфетки вот такую этикетку нашивает длиннющую зачем можно было вообще без этикетки сама сама салфетка это тоже работа ну ладно это так все рассуждение накупила пластиковых игрушек рассуждает об экологичности она если уже зашла такая тема насколько это рационально то есть если вы это берете действительно на долгое время ну да вот люди живут долгое время в одном месте пользуются одними вещами там если вам это на долгую жизнь то ради бога это не так вредно на самом деле не стоит на этом циклиться если вы вот купили ну да елочка искусный ну да шарики пластиковые вроде бы фу но если вы будете это из года в год использовать то в этом нет ничего криминального это хорошо это же не на один раз один раз попользовались попраздновали вынесли на помойку люди годами достают эту елочку годами эту елочку ставят наряжают одними теми же украшениями может какие-то еще новенькие докупает иногда так малыш недели обоих это это я нормально к этому отношусь если вы допустим какую-то не очень экологичную вещь будете долго эксплуатировать она становится экологичный то есть вы за цикл своей жизни не так уж много нас рёте в природе скажем так да что такой маленький это тоже самое касается например пластиковых мыльниц я не помню чтобы я за свою жизнь какую-то знаете мыльницу выкинула пластиковую потому что кажется что это просто на века ничего с ней не делается она не 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 ломается не теряет свой цвет формы и так далее вот стоит и стоит годами пользуешься пользуешься этой мыльницей хотя казалось бы пластик фу-фу-фу не экологично и так далее ну ладно отвлеклась от темы всем спасибо за внимание и пока пока еще наверное вернусь если сейчас пойду в магазин расскажу как как я дошла в штанах сегодня спали с меня штаны или нормально держится потому что вчера тонюсенькие колготки одевал не держатся вообще так все я собралась и дух выгуливать значит штаны на толстые колготки посмотрим хорошо ли они будут держаться но вроде по ощущениям сидит плотно не то что вчера когда их теряла можно сказать на перекрестке так начал все равно как то не это не очень не очень комфортно я расстроилась я расстроилась так вот они новогодние товары снова нам не сидится на месте опять мы пришли все общупывать сделано в китае написано то есть все китайское и так я уже дома не с пустыми руками опять вернулась прогулки купила значит такой кардиганчик на пуговичках брату мужа подарю на рождество сюда было приятный в принципе такой симпатичный потом как не покажу в другом видео может быть ближе к празднику это вдруг он смотрит увидит ему уже как бы не будет сюрприза вот он меня всегда задаривает чем-то поэтому как бы ничего не подарить это вообще какое-то свинство так и что еще еще вот такую гирляндочку купили на елочку и купила себе набор маечек учета какие-то тоже свободноватые они 85 написано по этой размерной линейке типа 85 это самые маленькие размер 85 90 95 100 это сколько не что эти 12 12 за три штуки в принципе это не особо дорого такие хлопковые хотела для дома потому что у меня произносились маечки вот сейчас зима пролетит скоро лет не за горами вот что-то по дому такое с этими шортиками носить ну ладно ничего страшного сойдет и так всех люблю целую пока пока не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал и до новых встреч в новых видео пааааай